Всем привет! На связи Travel Shmevel Blog и сегодня мы в Одессе. Как вы знаете, мы путешествуем по Украине, чтобы выбрать самый лучший город и переехать в него жить. Поэтому сегодня не будет про уютные маленькие дворики и мишку япончика. Мы приехали смотреть современную Одессу. Погнали! Смотреть современную Одессу мы будем на примере одного из самых классных районов, по нашему мнению, район Аркадия. Что такое Аркадия? Это большие современные здания, рестораны, отели, торговые центры и красивая набережная. Нам посчастливилось жить в этом районе целых две недели, с красивым видом и в пешей доступности до моря. За что большое спасибо нашим друзьям, Саше и Ане. Мы всегда рады присмотреть за вашим котиком. Поэтому нам удалось обойти все вокруг и сложить полную картину об этом месте. На самом деле хорошо жить в Одессе, даже если ты не где-то там после моря. То есть даже если тебе придется проехаться полчаса или пройтись пешком час. Это все равно очень классно в любое время года. Вот я, например, впервые в жизни осенью нахожусь на море. И это какой-то такой детский восторг, такое счастье. Ощущать этот запах, смотреть на волны, на то, как море волнуется. Дышать этим воздухом. У тебя как будто бы вот прям, не знаю, легкие раскрываются по-другому. В общем, это, наверное, ни с чем не передаваемо, никак это не описать. Поэтому пока Одесса очень большой фаворит. Лично для меня. Ну как вам Одесса? Хорошо. Красиво. Свежо. В принципе, в принципе, мы можем не объезжать все остальные города. Я решила, мы останавливаемся в Одессе. Нам очень понравилась трасса здоровья. Место для прогулок и занятий спортом вдоль моря. Ее длина составляет около 6 километров от Аркадии и до самого пляжа Лонжерон. Трасса здоровья, это, конечно, классно. Лучше тут, конечно, бегать по утрам, но можно и на электросамокате кататься. Исследовать город мы, как всегда, решили на электросамокатах. Это быстро и доступно. Цены на них в Одессе, кстати, дешевле, чем в Запорожье. В Запорожье разблокировка стоила 10 гривен и 2,50 была фиксированная сумма. Здесь же в будние дни можно кататься по сниженной цене. Мы проехали до самого Лонжерона. Видели различные развлечения, такие как детская канатная дорога и современный скейт-парк, где можно проводить время подрастающему поколению. Сумели насладиться видом на Морпорт и заметили большое количество рекламных надписей с развлечениями. Очень необычный способ показать, что в Одессе можно полетать и на воздушном шаре, и сходить в катакомбы, квест-комнату и многое другое. Мы проехали всю трассу здоровья где-то за полтора часа. Это было увлекательное путешествие. Прикольно. На следующий день мы решили осмотреться, а что же с другой стороны. Аркадия довольно старый район, но выглядит очень современно. Много новостроев и новых торговых центров. Все новое и красивое. Это действительно выглядит как место, в котором хочется жить, развиваться и наслаждаться жизнью. Недалеко от нашего дома, с высоты птичьего полета, мы обнаружили большой и красочный парк с озера. Хотелось бы, чтобы таких мест было больше в каждом городе и в каждом районе. Даже если вы не будете здесь бегать по утрам, то все равно здорово иметь возможность прогуляться с кофе и понаслаждаться природой. Или почитать книжку на лавочке с видом на водоем. Мы несколько своих вечеров провели именно так. Субтитры создавал DimaTorzok Ты на чиле, но расслабонен? Да, с кайфом, с толком, с расстановкой. Приятники. Давайте также понимать, что в этом районе есть и старый фонд. Старые жилые дома, которые выглядят ровно так же, как в каждом городе Украины. И мы подумали, а что если... А что если бы мы переехали, но не в какой-то современный район, а вот такой какой-то простой дворик в Одессе. Дало ли бы это нам какие-то плюсы или минусы? Ну, плюсы бы, я думаю, однозначно нам какие-то дало. Какие, например? Море рядом, воздух чище. А что еще? Ну, воздух, опять-таки, мы вчера с тобой обсуждали, что если ты живешь возле моря, да, ты чувствуешь это. А если ты живешь вот в центре города, то загазованность очень большая. Транспорта очень много. Ну, смотри, если рассматривать конкретно этот район, ну, то есть он же, по сути, тоже такой современный. Аркадия? Ну, конечно. Да, но при этом вот тут есть такие обычные дворики, например. Ну, как бы, и жить в Аркадии, ну, там, в обычном дворике тоже почему бы и нет. По сути, все вокруг тебя современное. Единственное, что у тебя нет супер-классного... А что это нам дает? Ну, что тебе, как жителю вот этого обычного дома, дает вот эти вот высотки и мегаполисы? Ну, смотри, здесь же рядом, получается, большой ТЦ. Торговый центр, да. Рядом большой парк, рядом трасса здоровья, рядом море, где ты, ну, мы вчера с тобой очень классно гуляли, ну, было здорово. То есть это все равно, как бы, смена... Ну, согласен, согласен, но мы получаем и очень много минусов же при этом, при всем. Например? Ну, например, та же транспортная система. Тут все в пробках, все время стоит, вот, все перегружено. Летом, если мы говорим, тут куча туристов, куча народу, то есть некомфортно. Тебе, как жителю, который хочет спокойствия, который хочет прогуливаться вдоль моря, летом ты просто будешь, ну, не желать туда выходить. Плюс, опять-таки, по моей теории, что если ты живешь у моря, то ты редко ходишь на море, вот. А если ты приезжаешь туда, ты это, как бы, больше ценишь. Вот. Также, ну, как мы заметили, цены в Одессе, ну, намного дороже. Вот. И даже не то, что дороже, больше соблазна. То есть, да, можно ходить в тот же АТБ, и там цены такие же примерно, но соблазнов намного больше всяких приколюх, вкусняшек, кафешек, ресторанов, развлекаловок и... Ну, да, то есть, хочешь не хочешь, все равно приходится тратить больше, потому что соблазнов больше. Я с тобой согласна, ну, у тебя есть 9 месяцев классно проводить время, и только из-за 3 месяцев не переезжать, тоже довольно странно. Ну, как бы, не знаю. Мне кажется, местные знают какие-то там, может, секретные пляжи, в которых меньше людей. Ну, понятно, понятно, но, опять-таки, будешь ли ты хотеть на них ходить, если ты все время живешь у моря? Вот это вопрос. И мне от меня с тобой... Ну, смотри, а зато мы с тобой работаем онлайн удаленно. Пригни, как классно вот на берегу моря работать, например. Всегда возможность. Это утопически всегда, да? Это всегда, да? Работать онлайн, ты такой на пляже лежишь. В теории можно, но не очень комфортно. Пока под вопросом. И давай начнем как бы с того, что, мне кажется, даже вот в таком небольшом доме, да, то есть не какой-то новострой, все равно квартира будет стоить дорого в Одессе. Да. Стоит ли оно того, чтобы переехать там в обычную квартиру за 50, 60, 70 тысяч долларов? Это, кстати, вопрос, да. Да, если ты в другом городе или, там, скажем, в другом районе, далеком от моря, можешь купить квартиру в разы лучше за те же деньги. Или в другом... Да, да, в другом городе, согласна. Непонятно. И приезжать на море, просто отдыхать. Или, там, никто тебе не мешает осенью или весной, там, на пару недель приехать, подышать, порадоваться, чтобы не было большого количества туристов и уехать обратно. Пока непонятно. Ну, все равно, вот, я иду вдоль моря, может быть, потому что мы здесь не так много, по трассе здоровья, это такой какой-то кайф, и все вокруг парки, все вокруг какие-то активные. Вот у меня в Одессе складывается ощущение, что надо вот заниматься спортом, надо вот как-то держать себя в форме. И потом мы идем, берем бутылочку вина. Ну, вот это внутреннее ощущение, что многие занимаются спортом. Ну, морально хочу, да. Да, да, здесь оно большее, то есть чувство, что нужно заниматься спортом. Да. Эй, красотка. Опять будут писать про большую жопу. Да, у меня большая жопа, и что вы мне сделаете? Определить стоимость квартиры в старом жилом фонде очень тяжело. Мы находили разные варианты, от 30 тысяч долларов в самые-самые дешевые. Но эти варианты, которые нам нравились, стоили от 50 тысяч долларов и выше. Вечер мы уже по традиции проводим у моря. Набережная огромная, с разными вкусными кафешками и ресторанами. Здесь каждый может найти что-то для себя. Например, для меня было удивлением найти кафе, где говорят по-китайски. Так как три года своей жизни я прожил в Китае. И это место заставило хоть и ненадолго, но вернуться в те времена и прочувствовать тот колорит. Еда действительно очень похожа на классическую китайскую. Также порадовало, что все качели и карусели еще работали. Хотя это уже была глубокая осень, было довольно прохладно. Но здесь, видимо, жизнь кипит круглый год. А потом будут опять говорить, что ты пьешь много, да? Вечером гулять по этому району можно даже не у моря. Наслаждения от этого не меньше. Все светится и сверкает. Такой себе одесский Лас-Вегас. Ну и завершить этот день мы хотели нашей постоянной рубрикой сравнение цен. Но пришли к выводу, что смысла в ней особо нет. Потому что цены ВТБ плюс-минус одинаковые во всех городах Украины. И никак не отражают истинную ситуацию. По ощущениям, в Одессе все процентов на 30 дороже, чем в других городах. Но показать это только используя цены одной сети супермаркетов очень тяжело. Ну шо, Алина, на Париж, как в 45-м. Быть в Одессе и не посетить исторический центр города – это преступление. В этом месте очень органично соединены современные высотки и знаменитый Одесский театр оперы и балета. Который, кстати, включен в список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы. «Красиво? Да, в Одессе прикольно. Можно гулять, гулять и гулять с утра до вечера. Ну если вы, конечно, не работаете. Вообще, на самом деле, очень красивая осень здесь. Несмотря на то, что паспортно, абсолютно какие-то довольно яркие краски, много парков, каких-то скверов. В общем, осень – лайк мне». «Ставим лайк». Да, парков действительно много и становится их еще больше. С моего последнего пребывания в Одессе здесь появилось два новых. Справа от Потемкинской лестницы – греческий парк. Первое, на что обращаешь внимание – это необычный фонтан, в центре которого стоит статуя, которая одновременно и пугает, и завораживает. Слева же от лестницы расположен Стамбульский парк с живописным ландшафтным дизайном. «Изведываем неизведанные камни с Алинкой-малинкой». «Я тебя вытащу. красивые парки напротив парков находится морской вокзал где много красивых яхт и кораблей нам удалось здесь застать научно-исследовательский ледокол ноосфера именно на этом судне доставили первую украинскую экспедицию на антарктиду даже в такую пасмурную погоду прогулка здесь доставила на массу удовольствия поднявшись на фуникулёре обратно мы отправились на самую знаменитую улицу дерибасовскую рассказывать подробно о ней мы вам не будем наш ролик не об этом но это обязательное место для посещения всеми туристами даже здесь есть переплетение современных построек рядом со старинными зданиями это одна из самых оживленных и популярных улиц города так что гуляйте с удовольствием а погреться если что можно вкусными глинтвейными на ярмарке гуляем мы совершенно случайно наткнулись на пассаж который находится в очень неприметном дворике много слышали но ни разу не были здесь это красивое историческое место со стеклянной крышей и большим количеством скульптур боги нимфы драконы и ангелочки которые будто наблюдают за вами со всех сторон из-за большого количества пробок передвигаться лучше всего на трамвае и пробки не помеха но мы всегда выбираем пройтись пешком потому что только так можно прочувствовать дух города на следующий день мы выбрали место для прогулки на карте от пляжа чайка и дот золотого берега и это было правильным решением а а Продолжение следует... Продолжение следует... Написано, что продается. Подскажите, пожалуйста, стоимость квартир. Двухкомнатная у нас там есть 95 тысяч 86 тысяч, трехкомнатная есть 99 тысяч 93 метров. А двухкомнатная с видом на море? Ну, на низком этаже, если вы видите. Ну, море видно, но так. Она стоит 66 тысяч... 66 метров стоит... Есть одна 86 тысяч и есть одна 96 тысяч. Это вот те, которые примерно там третий-четвертый этаж, правильно я поняла? Да, да. Там ремонт под ключ или там Черновой или какой-то... Нет, там нету, нету никого ремонта подключения. Как сейчас, даёт её силой без... Нет стен, свободная планировка. Свободная планировка. Да, хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. Давай. Первое впечатление об Одессе. Я хочу, чтобы я тебе рассказала, что Одесса это, наверное, первый город, в котором я чувствую себя нищебродом. Я не считаю, что мы плохо выглядим, что мы мало зарабатываем. Ты вот ходишь вот такая, что происходит? Ну, ладно, давай будем честными, это далеко не везде. Ну, я не знаю. Мы живём на Аркадии. Там это везде. Мы прошли чуть дальше от Аркадии, но здесь опять же, типа, жилой комплекс, что там, форм, микрос, и это всё равно. Ну-ка, такой, ну-ка, такой, налёт, здравствуйте, можно здесь квартиру с видом на море? Тебе говорят, пожалуйста, 100 тысяч долларов, и там нет ни стены, ничего, просто вот коробка. Да. Напишите в комментариях, у кого есть 100 тысяч долларов, и он готов нам купить квартиру. Мы, как этот чувак, в поисках своего счастья. Пока, к сожалению, мы не зарабатываем такие суммы, чтобы можно было спокойно купить квартиру за 100 тысяч долларов. Но это не мешает нам приезжать сюда, отдыхать и стремиться к этому. Очень вкусно. Возле моря кушать соляночку. Да, солнышко? Зачем нам то море, когда есть еда? В любом случае, мы рады, что нам удалось побывать здесь, узнать цены и наметить цель. Да, сейчас для нас это дорого, но не невозможно. В жизни вообще нет ничего невозможного. Нужно только искренне этого хотеть, работать, развиваться и не отклоняться от курса. Наши путешествия подходят к концу, и завершить мы его хотели бы в очень уютном месте. Мы его заприметили, когда катались по трассе здоровья. Небольшое, но какое-то очень уютное кафе с видом на море и, как оказалось, вкусным кофе. Мы пошли туда вечером перед отъездом. Вид, конечно, уже не такой впечатляющий, как днем, но все равно очень атмосферно сидеть у моря, пить вкусный кофе и наслаждаться моментом. Холодно, конечно, но красиво, да? Да. Поговори с нами, расскажи нам что-нибудь. Значит, мы гуляли и нашли классное место. Мы гуляли по трассе здоровья и нашли, значит, классное место. Здесь кофе, чай, вкусняшки с красивейшим просто невероятным видом на море. Сейчас уже ночь, видно не так, но даже несмотря на это, внизу от соседнего кафе освещается берег. Поэтому все равно вот ощущение погружения, что ты на море, у тебя остается. Когда мы шли днем в выходной, здесь просто невозможно было съесть, потому что все было полностью облеплено. Мы решили прийти сюда в другой день. И сегодня последний день в Одессе, поэтому решили завершить его так красиво, приятно, с наслаждением, вкусным кофе и видом на море. Все, прощаемся с этим заведением, прощаемся с Одессой. Нет, не прощаемся с Одессой. Говорим до свидания. Ставим Одессе 5 с минусом. И минус только за цену. А мы продолжаем дальше искать наш город будущего. Продолжение следует...